Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегета отвечаем на ваши вопросы. Очень такой эмоциональный вопрос пришел. Близкий мне человек находится в тяжелом состоянии, депрессии, ничего не получается, буквально не хочет жить, но о Боге слышать не хочет. Сколько ни пытаюсь ему объяснить, отказывается от любой помощи. Что делать? Как помочь человеку, который от помощи отказывается? Это непростая ситуация, и надо отдать должное достаточно распространенное. Допустим, какой-нибудь молодой человек, мама ему постоянно напоминает, сынок, надо молиться Богу, надо как-то жить свою, порядочить. А он, столкнувшись, может быть, с какими-то трудностями жизненными, разочаровался во всем и во всех, в том числе и в вере. И внутренний протест против мира у него проявляется как протест к словам матери, да, и говорит, мама, отстань ты со своим Богом и так далее, со своей церквью, не приставай, ничего не хочу слышать. Или, допустим, девушка, да, уже дочь, тоже примерно такая же ситуация, сплошь и рядом можно слышать, да. А мама тоже видит, что ничего у нее не получается в жизни, она сама от этого страдает, порой замыкается, не хочет ни с кем общаться. И аккуратно мама напоминает, доченька, давай Евангелие вместе почитаем, давай сходим в храм, ты почувствуешь, что тебе станет легче. Дочь с радостью говорит о чем угодно, о каких-то новых покупках, аксессуарах, или там, в итоге я бы в этом доме хотела жить, или вот здесь вот красиво, или о чем угодно. А когда вопрос о вере и о Боге внутренне замыкается и говорит, мама, опять ты об этом. Или взрослый человек, вроде бы все у него в жизни уже состоялось, но внутри чувствует пустоту, такая пустота щемящая, что не к чему больше стремиться, просто вплоть до того, что хоть руки на себя наложи. Или, например, пожилой человек уже тяжело болеет, но заявляет своим родственникам, никаких мне священников, никаких соборов, даже слышать не хочу, когда умру, никаких отпеваний, и сожгите мое тело. Вот как вообще близким слышать такие слова. Тут, наверное, уместно было бы, дорогие друзья, такую аналогию вспомнить. Вот если человек утопает, вот вы видите, что он утопает в какой-то болоте, в зловонной, так сказать, болотной жижи. Вы протягиваете ему руку, а он руку отталкивает. Вот как помочь? То есть вы пытаетесь, вы руку протягиваете или там палку, или какой-то предмет, чтобы он ухватился, но человек решительно отказывается, он тонет, сам это даже видит, что тонет, но решительно отталкивает руку помощи. Очень непростая ситуация, дорогие друзья, очень непростая. И тут как минимум надо, чтобы человек хотя бы свою ладонь открыл, чтобы можно было его не ухватить и помочь ему. Но человек отказывается даже от этого. Чаще всего наши слова в таких ситуациях не помогают. Я думаю, дорогие друзья, все, кто сейчас нас будут слушать, вы вспомните, может быть, и подобные примеры из своей жизни. Слова даже самые искренние, высокие, возвышенные могут в этом состоянии действовать и вызывать только или открытое раздражение, какое-то глухое неприятие. Что можно здесь посоветовать? Преподобный Паисий Святогорец многим людям, которые приходили к нему, он говорил следующие слова. «Надо, чтобы тебе стало по-настоящему больно за ближнего, и твоя боль за ближнего приводит Бога в умиление. И свою боль за ближнего надо проявить в том, чтобы ради ближнего пойти на какую-то жертву». И прямо многим, допустим, родителям, как вот ситуацию, которую я сейчас только что описал, в похожей ситуации, когда сын или дочь полностью отвергают, снимают крестик, иной раз даже, насчитавши чего-то, крестик снимает человек и говорит, я верю теперь только в то, что вижу. «Пойти на жертву». И говорил преподобный Паисий, например, какому-нибудь отцу, «Ты куришь? Пойди на жертву, откажись от курения, а расстанься с этой страстью хотя бы ради любви и сострадания к твоему близкому». Отказаться от сквернословия, отказаться от на самом деле очень вредной привычки, и тут даю себе отчет, может быть, не все вы со мной согласитесь, достаточно вредной привычки постоянно сидеть в телефоне и смотреть там информацию, которая только опустошает душу. Что порой даже возвращается человек после работы домой, а дети не бегут к нему навстречу, чтобы его обнять, там папа пришел или мама пришла. Почему? Потому что все сидят в телефоне, и взрослые, и дети. Тоже очень вредная привычка. Ради любви и сострадания к близкому, которому тяжело, и ты хочешь, чтобы твои слова о Боге дошли до его сердца, откажись от чего-то, от какого-то своего пристрастия. И кроме того, чтобы пойти на какую-то жертву, надо усугубить молитву и взять на себя какой-то, разумеется, по силам, я это подчеркиваю, посильный молитвенный подвиг за твоего ближнего, чтобы Господь смягчил его сердце, и он, вот по той аналогии, которая только что была озвучена, утопая, хотя бы открыл руку, чтобы вы могли за эту руку хватиться и попытаться ему помочь. Святитель Николай Сербский, есть у него одно потрясающее письмо, письмо 37-е. Он написал одной сестре, которая скорбит об испорченности брата. Даже однажды фрагмент этого письма на библейском портале зачитывал. Хочется еще раз обратить ваше внимание на это очень мудрое наставление. Святитель Николай пишет адресату своего письма. «Я понимаю твою скорбь. Как старшая сестра, ты после смерти матери заменила ему мать. Трудно тебе жилось, пока он учился. Из-за него ты опоздала за мужеством и решила не выходить замуж. Ты обеднила свою жизнь, чтобы обогатить его жизнь. Раньше он тебя любил и слушался. Но за последние два года сильно изменился. Сначала он объявил себя безбожником, стал издеваться над твоими иконами, молитвой и набошенностью. Потом, я знал бы об этом, даже если бы ты не сказала, предался развратной жизни. Неизбежные последствия неверия». Последствия неверия – это необузданный разврат. «Он гневлив, угрюм, ленив и дерзок. Требует того, чего ты не можешь ему дать. Приходит бешенство, когда ты что-либо ему советуешь, готов тебя убить. Ничего общего с прежним человеком, как будто бес в него вселился. Бедная сестра. В него действительно вселился бес. Своего рода безумие, которое неминуемо поражает отпавших от Бога. Ибо не может человек отвернуться от Бога и не оказаться в густой тьме. Нельзя отречься от Бога и не обезумить». Какие пронзительно точные слова, дорогие друзья. Отвернувшись от Бога, человек остается на один из вот этой густой тьмой. «Я расскажу тебе», – пишет святитель Николай, «о том, как одна мать спасла своего сына, похожего на твоего брата. Однажды, когда все материнские советы были исчерпаны, она вдруг замолчала. «Ни слова больше сыну». Она начала молиться Богу, чтобы он послал сыну какую-нибудь болезнь. «Ты скажешь, жестокая мать». Послушай до конца. Эта мать сама мне все это рассказывала. «Я поняла», – говорила она, – «что никто под небом не может спасти его, только один Бог, и только каким-то страданием. Поэтому я и молилась о том, чтобы он послал сыну испытание». Смотрите, любящая мать идет на жертву. Потому что, согласитесь, дорогие друзья, по крайней мере, любая женщина-мать, я думаю, со мной согласится сразу же. Для матери молиться Богу о даровании испытания или болезни своему ребенку – это жертва. Это надо через многое приступить. Но делать это осознанно ради спасения его души. «Долго молилась, и действительно сын заболел. Он пролежал в постели три месяца. Я ухаживала за ним, и на его глазах молилась Богу. Он думал, что я молюсь о его телесном здоровье, а я же молилась об исцелении его души. Он видел мою заботу, любовь и молитву, и сердце его смягчилось. Однажды, когда у врачей уже опустились руки, и он стал похож на тень, он заплакал и прошептал, «Милая мама, помолись Богу, чтобы я не умер». Я ответил ему, «Обещай, сынок, что ты всегда будешь помнить Бога и благодарить Его, и ты исправишь свою жизнь». «Да, мама, да, да», – шептал он в агонии. «Я как-то знал и чувствовал, что он не умрет». И, слава Богу, он поправился. Сейчас он здоров и душой, и телом. Мягок, как воск, благочестив, как ангел, послушан и заботлив, как солнце. «И ты, сестра, оставь свои советы». То есть, святитель Николай Сербский, адресатор своего письма, говорит, «оставь свои советы». То есть, слова в некоторых ситуациях просто уже бесполезны. «Замолчи и не раздражай его, он сейчас в горячке. Начни молиться за него, говоря, «При благи Господи, неисповедимы бесчисленные пути Твои, яко сам в весе исцели душу брата моего, пусть тяжкой болезнью или мукой, молюсь Тебе». Вот это молитва. То есть, твоего ближнего сына, дочь, сестру, брата, еще близкого Тебе человека, за которого Ты болеешь. Проси, чтобы Господь имя же весит судьбами. Тут, понимаете, тут мы все доверие на Бога, на Бога, который знает и выше сил никогда не даст. Это, собственно, аксиома духовной жизни, ее даже доказывать. Бог выше сил никогда не даст испытания. Более того, Бог никогда не даст испытания, если оно не приведет к добрым последствиям. И здесь вот с полным доверием Богу надо с такой молитвой обратиться, попросить, чтобы Господь имя же весит, путями спас человека. И еще выбери один день в неделю и постись за Него. Раздавай милостыню за Него. И Господь в свое время по своей воле дарует ему доброту души, вернет его в твои руки здоровым и разумным, таинственным образом вливая в твое сердце евангельские слова. Вот брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это слова из известной притчи Евангелия от Луки, притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава, 32 стих. «Воистину, сестра, велика любовь твоя и жертва твоя, не останется без награды. Мир тебе и помощь Божия». Смотрите, какое удивительное письмо, дорогие друзья. С большой любовью и от большого опыта сказанное. Может быть, кому-то из вас, и по крайней мере задавшим вопрос на библейский портал «Экзегет», может быть, этот совет был бы полезен. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.